всем привет друзья с началом весны поздравляю и подталкиваю настаиваю на вашем активном участии в ней накапливайте ценные воспоминания кроме youtube а вот брат взял себе новый нож ad10 давайте ка посмотрим на него поближе сейчас смотрите какая обработка какая замечательная широкая и довольно таки эластичная в меру клипса вот эта клипса правильно она мне нравится гляньте какая обработка весь блестит за сколько взял два ножа вместе со спайдеркой за 1031 грамм громче нет петлички два ножа плюс спайдерка за 1031 грамм а спайдерка какой с 300 и с 30 в но надо посмотреть а ну а милитари короче реплику милитари давайте поближе сейчас а ну меня снимай давай так фокус это давай напротив сосны ну нормально есть фокус на бейзова чуть поближе что-то нож показал ребят ну первое впечатление отличная он тебя гривен так за ну насколько я понял там разбил гривен за 650 700 высота до замечательный нож ну ребят мы очень много получаем ножа сразу у меня воспоминания сертики кровь у каспер мой любимый да тоже его было много то был оригинал но по ощущениям по механике по нажатию этому я не вижу никаких значительных отличий вниз нож отличный щелчки все ну вот здесь небольшой люфтец есть я сделаю обязательно детальный обзор я им попользуюсь порежу и скажу мое впечатление о этих выверенных формах ценные довольно таки модели которая в оригинале мне никогда в руки не попадалось замечательный дизайн вот сверху единственная насечек как бы да нет я люблю чтобы они были продлены но здесь они комбинировала сделать сделаны в районе плашек и докладочек и здесь тоже то есть под крупный палец под перчаточки здесь мы не видим абсолютно никакой насечки рисунка структуры но вот если микро микро такая как эколайн до викторинах си вот внутри никаких облегчений нет ну я хотел бы не превращать это в обзор а сказать мое впечатление если выбирать какой-то ломик на сегодня сталкиваясь какими-то может быть прошлыми воспоминаниями о ганза здоровыми лопатами вот я бы этот бы рассматривал и не отвергал по причине реплики неоригинальности вот эту вот замечательную модельку давайте сложу вот так это выглядит нож в принципе не такой-то и здоровый еще не надо не их снимать менять вот и посмотрите какое еще преимущество последнее время я когда действительно в походы ходил сталкивался с необходимостью что-то копать так вот если нож тяжелые длины как бы тела это но он абсолютно бессмысленный то есть эти уколы все но если тебе надо копье это целенаправленно это одно вот этот нож он более универсален звук сильно далеко он универсален так как можно копать поддеть что-то вот он толстый довольно опять же копьем ты ничего не подденешь здесь короткий относительно клин в меру то есть его длина приемлемо посмотрите 5 здесь какой-то ограничивающий заметно рк нету вот очень аккуратненький подводик есть фокус да гляньте какой подвод здесь он абсолютно равномерный четкий сейчас на подводе на всей протяжении рк посмотрите как сделаны буквы шрифт какой посмотрите на шпенек внимательно посмотрите посмотрите на обработку осевого винта посмотрите на отсутствие зазоров каких-либо щелей между накладками и плашкой сейчас фокус фокус ага есть посмотрите замечательное отверстие друзья у меня очень приятное впечатление я хочу себе такой нос и брата бывает проскакивают разные ножики недорогие все но в этих недорогих бывают очень для меня полезные с точки зрения даже не коллекции а практического применения и желания их использовать так как кроме его полезных форм в целом я имею ввиду озвученные преимущества клинка да он в целом очень вариативен и функционален это и ломик и лопата ему прочные и хорошая клипса здесь и подтемляк всю то есть и нужно может быть самообороны на него можно положиться короче рабочий работяга то есть это конкретный инструмент это не игрушка мне кажется внутри там все составляющие ну хотя бы насколько можно увидеть и до механической части они все сделаны там надежной кости ну на первый взгляд ну закосячить сильная к тому что там внешне хорош а на деле дерьмо да нет там внутри все выглядит очень точно аккуратно и закосячить что он сложится сам ну это очень маловероятно поэтому вот такие вот еще моменты вот это вот отверстие да очень так все прикольно сделано классный нож обязательно попользуюсь им хотел бы он заслуживает детального и всесторонне может быть повторного еще какого-то обзора сравним с другими ножами по размерам по характеристикам и это хороший надежный очень приятный лобик ну все наверное я нахвалил его да на 6 минут на у ребят хорошей вам весны покупайте я советую вот еще хотелось бы мне напоследок заранее похвалить заочно страйдер который так мне в руки не попадется вот напишите свои отзывы у кого есть по страйдера репликах они бывают разного качества но если бы вот близкая к этому качеству до попытка повторить оригинальные выверенные формы кол стила вот страйдер я бы хотел такой же качественный подержать в руках и попользоваться даже конечно это тяжелые да но он-то содержится вес этот в этой рукояти которая довольно таки объемная да и это хорошо управлять этим ножом удобно такой не маленькая не тонкая рукоять не превышает какие-то ранее понятных объяснимых недобильных ножей он компактен в рамках пользы в рамках пользы практически все пока